Свой 90-летний юбилей Валентина Ивановна Алексеева отмечает в кругу большой семьи, подруг и первых лиц города. Ветеран Великой Отечественной войны в 1941-м еще заканчивала школу. Потом, вдохновившись подвигом Зои Космодемьянской, даже хотела написать самому Сталину, чтобы ее взяли на фронт. С 43-го года ее все же взяли и служила она в органах КГБ переводчиком. А сегодня немецко-русскому переводчику 90 лет. Самыми сокровенными воспоминаниями она поделилась за праздничным столом и с нашей съемочной группой. Мы думали, хоть бы несколько денечков пожить в мирное время. Тогда в войну Валентина Ивановна даже и подумать не могла, что спустя столько лет будет отмечать свой поистине почетный 90-летний юбилей в мирное время. Без бомбежек, голода и потерь. Самые последние дни в канун Победы запомнились ей больше всего, когда до подписания акта о капитуляции оставались считанные часы. Наша воинская часть стояла в городе Вжесня, это в Польше. 8 мая по селектору сообщили, что война кончилась, все подписан, мирный договор, все. А ночью стали пробираться фашисты, и нас подняли по тревоге. И вот тут, вот тут думали, эх, мы даже денечка не прожили в мирное время. Было, конечно, встречное, отогнали этих фашистов. Это хорошо вооруженные пробирались к американцам. Не сдадим мы с русским, мы сдадим с американцем. Вспоминать о днях войны Валентина Ивановна любит вместе со своей подругой, тоже ветераном Зоей Федоровной. Она с самого утра пришла в гости к имениннице, чтобы поздравить лично. Чтобы мы с ней все время были вместе, до конца наших дней не расставались. Хоть по телефону, но каждый день. Да, да. Но каждый день просыпаемся, спрашиваем, как там. Она у меня, я у нее. Внук со своей семьей специально приехал из Тюмени с супругой и двумя детьми, уже правнуками именинницы. Это стало самым лучшим подарком, признается она. Я очень беспокоилась, но ведь от Тюмени, это не Тамбов, не Москва. Я очень переживала. Я говорю, ой, только было получше доехали. Я говорю, может быть, раздумайте. Нет, а мы все-таки на 17-е мы приедем. Ну что, конечно, я очень рада. Я хоть увижу и правнука, и правнучку. Валентина Ивановна была первой красавицей в молодости и с поклонниками была строга. Добиться ее расположения было офицером непросто. Со своим супругом, который, к сожалению, не дожил до юбилея Валентины Ивановны, она познакомилась в 1946 году в Берлине, в Доме офицеров. Ну и так дружили, а потом он раньше у меня домобилизовался, уехал сюда на родину. Вот. А год мы переписывались с ним. Я в отпуск приезжала в 47-м. Мы, значит, с ним зарегистрировались. Потом я опять уехал, год служил еще. И в 48-м я сюда приехала. Поздравил в день рождения Валентину Ивановну и глава города Алексей Калмаков. Вручил ей цветы и подарки. Она же к его приходу подготовила не только фото, но и свою майку, в которой принимала участие в соревнованиях. Прочтите, что написано. Это СВА. А это, знаете, что? Нет. Советская военная администрация. Я же за Яблой была физкультурницей. И сейчас по телевизору показывают все мое, все любят. Вот я участвовала. И последнее выступление мое было на рапирах. И даже сейчас Валентина Ивановна активно участвует в жизни Совета ветеранов во всех мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. И пока позволяет здоровье и силы, обязательно приходит на День Победы на Центральную площадь. Говорит, что ее годы были трудными, но есть что вспомнить, есть чем гордиться. И она очень рада, что сейчас, в день рождения, ее окружают самые близкие и дорогие люди, что само по себе большой подарок. Наталья Киселева, Александр Колчев, Новости ТВ Рассказова. Новости ТВ Рассказова.